В Арктике появились совершенно необыкновенные дыры, просто дыры. Вы знаете, вот эти спутники или просто самолеты, или спутники летают над Арктикой и заметили то, чего раньше никогда не видели. Они заметили какие-то дыры совершенно непонятные. Вы знаете, Арктика – это загадка для человека. Вот мы живем день за днем, десятилетия за десятилетием, мы делаем какие-то сверхсногсшибательные открытия, но мы не знаем, что такое наша Арктика. А что такое на самом деле наша Арктика? Это вот такой ледяной барьер, за который человеку не удалось еще переступать. И там готовятся большие мероприятия на самих снегах Арктики. Однако же в некоторых местах Арктика ведет себя совершенно не так, как должна была бы вести себя Арктика. То есть там нет многометровых льдов, а там оказывается какие-то воронки образуются. То есть это показывает нам то, что снег начал таять, что снег мокрый, что снег совершенно рыхлый в этих местах. Вот такие дыры. А что за дыры? О чем они говорят? Люди не знают. НАСА сделала снимки и НАСА нам показывает. То есть они вообще как бы сами настолько не знают, что они решили эти снимки вынести на обсуждение людей. То есть дать нам с вами порассуждать. А может быть кто-то из нас выскажет такую совершенно уникальную мысль. И Арктические научные сотрудники, которые работают в НАСА, они уцепятся за вашу мысль, если вы ее выскажете, и будут ее разрабатывать. Но вот такие вещи, которые граничат, знаете, с мистикой, метафизикой, с учеными, какими-то вот идеями, они начали, конечно, наш мир сейчас одолевать. Потому что настолько много выходит неизвестного на поверхность и в наше с вами пространство, что ученые не готовы даже сами дать хоть какую-то гипотезу этому явлению. И поэтому, когда они так в народ выносят эти снимки, они надеются, что что-то, кто-то может вдруг высказать, вот выхватить мысль из эфира и высказать ее нам с вами. То есть, чтобы они ее тоже услышали и зацепились бы за эту самую мысль. Так вот, эти круги были сняты 14 апреля. И они настолько поразили ученых, что они решили вот опубликовать, и я вам сейчас прочитаю. Здесь написано. Мы видели сегодня эти дыры, всего несколько минут сегодня, сказал в своем пресс-релизе исследователь миссии Джон Сонтак. Я не помню, чтобы это видели в другом месте. То есть, это только в одном месте и один раз. Но, как отмечал НАСА-выпуски, круглые вот эти дыры вызвали большое любопытство, чем что-либо еще другое в Арктике. И основная цель полета в тот день состояла как раз в том, чтобы делать наблюдение за морским льдом в районе, где миссия не доходила еще до 2013 года. То есть, видите, шаг за шагом, поэтапно эта миссия осматривает льды. Тем не менее, изображение вызвало довольно много таких вот, знаете, интригующих мыслей. И они решили посмотреть с тем, чтобы изучить. И, конечно же, это не всегда легко сделать предположение, когда это всего лишь только фотографии, которые сделали в НАСА. И они добавили, что морской лед, который на фотографии они видят, когда-то был одним сплошным, вот таким сплошным полем. А теперь лед, как они видят, тонкий, мягкий, несколько податливый, сказал Джон Петрович, геофизик морского льда, который работает в Дартмурском колледже. Это можно увидеть в волнообразных чертах перед средней амебой такой, так он сказал. Ну вот, во всяком случае, видите, лед, лед. Что такое лед в Арктике? Я так полагаю, что это... Ну ладно, не буду вам рассказывать, потому что у меня уже есть несколько роликов на эту тему о куполах, о ледяных куполах над Арктикой. Вернее, над вообще всей нашей Землей. А что такое Арктика, в следующий раз я вам расскажу, может быть, немножко подробнее. Сейчас, в принципе, интересует меня и вот вам хотела рассказать про эти самые дыры, которые появились в Арктическом льду, чего не должно было вообще происходить. Однако же, вот видите, 14 апреля эти дыры были сфотографированы операторами НАСА. И эти фотографии они разместили в интернете. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан. Дальше поговорим еще об Арктике. Это очень интересный момент наших с вами бесед. Будет Арктика. Если кто-то что-то знает, присылайте свои тоже рассказы. Будем вместе их обсуждать. Потому что Арктика – это тайный, закрытый, неизведанный массив, к которому даже никого стараются и не подпускать. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан. Таня Карацуба